Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. И уже их практикуют, в их числе консультирование, профилактический визит, самообследование. В Кировской области идет разработка положения о видах контроля. Предложения собираются обсуждать с бизнес-сообществом и уполномоченным по защите прав предпринимателей. Программа Экономика. Минфин фиксирует рост сборов налогов. Собственные доходы региона на 1 сентября составили 27,5 миллиардов рублей. 26,3 – это налоговые платежи. Поступление по НДФЛ – почти 9 миллиардов рублей. По налогу на прибыль – 7,7. Доходы от акцизов на нефтепродукты и алкоголь – 5,2 миллиардов. Плательщики УСН приносят региону 2 миллиарда. Имущество организации – тоже примерно 2 миллиарда. Транспортный налог – 315 миллионов. Динамика поступлений по налогам по сравнению с 2020 годом идет в рост, как и по сравнению с 2019. Говорят финансисты областного правительства. Неналоговые доходы в основном обеспечены поступлениями платежей за использование лесов – это 850 миллионов рублей. И доходами от штрафов – 245 миллионов. Экономика на 101 ФМ. Далее информация от наших партнеров. Зарегистрировать бизнес в другом регионе, чтобы сэкономить на налогах – популярное решение. Кировчан привлекают ставки в 1% по ОСН в Адмуртии или Коми. Но не всегда миграция приводит к нужному результату, говорит руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Если вы хотите применять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, пожалуйста, внимательно изучите местные законы, потому что там могут быть подводные камни. Например, в Мурманске в текст закона включили такую фразу, что применять пониженную ставку могут впервые зарегистрированные ИП, которые ведут деятельность в этом регионе. К сожалению, многие индивидуальные предприниматели, невнимательно прочитавшие закон, были вынуждены доначислять по общей ставке 6% дохода. В бухгалтерии, как в медицине, прежде чем что-то предпринять, лучше проконсультироваться со специалистом. Бухгалтер и я на рынке Кирова больше 10 лет. Работает с любыми организационно-правовыми формами и системами налогообложения. Решает проблемы и защищает от них. Звоните 213-112. Экономика. В завершении о валютах на сегодня официальный доллар 72 рубля 72 копейки, курс евро 85,99. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...